Мы сейчас будем работать в системе двух позиций. Первая позиция – это такая пассивная позиция, когда соотносятся две свободы, и они не пересекаются. В этой пассивной позиции как раз формулируется формальная этика, в частности, этика Канта, потому что она в другой позиции активно не работает. Но эта позиция, она как бы необщительная, это позиция пассивности, необщительности, автономности, позиции вот этой прайвости знаменитой. Она, во-первых, только помимо того, что она пассивная, она еще и статическая позиция. В некотором отношении она будет являться исходной позицией для второй позиции. Вторая позиция будет по позиции активности, когда две свободы соприкасаются и образуют некое поле пересечения. То есть, что это означает? Это означает, что возникает нечто общее у двух свобод. Например, мужчина и женщина встречаются, создают семью или коллектив какой-нибудь людей, встречаются, у них возникают какие-нибудь единые цели, единый опыт жизни, единство общины. Ну и много других примеров, когда люди входят в некое взаимодействие с друг другом, активное. И в этом взаимодействии их свободы пересекаются. И поэтому получается, что в таком пересечении свобод они в каком-то отношении активно влияют друг на друга. Вот по отношению к первой пассивной позиции, там две свободы отделены друг от друга, да, они как бы замкнуты, и они с друг другом не соприкасаются, и поэтому там нет взаимовлияния. Внутри каждая свобода, как образовалась эта первичная позиция, она образовалась тем способом, что когда была одна свобода, то сфера этой свободы не была ничем ограничена, ну кроме как естественными, природными возможностями человека, да. Когда возникает другая свобода, возникает также социальное ограничение этой свободы, и каждый ограничивает свою свободу, чтобы дать свободу другому. Да, и вот две свободы взаимно друг друга ограничивают, и вот в первичной пассивной позиции они никак с друг другом не соприкасаются, они просто существуют рядом с друг другом. Мы говорили о том, что вот такая пассивная позиция, она тоже представляет собой этическую позицию, потому что здесь все-таки речь идет о том, что люди взаимно определили свою свободу, исходя из того, что вот есть некая свобода другого, и это случилось симметрично. То есть, каждая свобода, каждый человек, индивид, как бы ограничил свои возможности в соответствии с тем, чтобы и другую, то есть, и также ограничил свои возможности, да, и взаимное ограничение дало возможность каждому быть внутри этого, этой сферы свободы, быть, ну, створить все, что угодно уже, да, то есть, быть уже полностью свободным, то есть, свободным в смысле произвола. Так вот, в чем состоит проблема активности? Проблема активности состоит в том, что если мы вот из этой пассивной позиции исходим и говорим о том, что как вот одна из свобод может продвинуться, как бы, в общении к другой свободе. Ведь помимо того, что мы ограничиваем свободу друг друга, да, ведь и большая проблема является общение людей. Люди же ведь друг с другом взаимосообщаются. Им помимо, как бы, вот этой свободы еще важна и ситуация общения. А если они сообщаются друг с другом, то они, как бы, вторгаются в чужую свободу. Вот на примере личного пространства. Если я, например, хочу заговорить с человеком, то я должен, как бы, вторгнуть в свое личное пространство и, как бы, задать ему вопрос, там, или обратить его внимание на что-нибудь, да. То есть, вот в этом моменте знакомства вот есть некоторого рода вторжение. И другая свобода не всегда согласна, на самом деле, с тем, что я имею право на такое вторжение. Да, и всегда, часто это вторжение понимается, как нахальство, да, там, или как это, как грубость, как своего рода, там, невежливость, наглость и прочее. То есть, на самом деле, в каком-то отношении я должен, как бы, попросить разрешения у другого, чтобы вторгнуть в свою свободу. Причем, иногда такие вещи доходят до некоторого рода там, казусов, например, в обществе, формальном обществе, там, какой-нибудь западном, там, где мужчина и женщина считаются равными. Если мужчина платит за женщину, то это считается для женщины оскорблением. Потому что, тем самым, как бы, выражает некоторого рода указания на то, что сама вот, типа, женщина за себя заплатить не может, да. То есть, как бы, ограничить ее свободу быть полноценным и самодостаточным субъектом. В данном случае, субъектом, как бы, который может себя обеспечить. То есть, вот это вот, в принципе, есть некоторого рода проблема, каким образом вот эти две свободы могут соприкоснуться. И поэтому, вот, есть некоторый скачок, да, переход от вот первого пассивного состояния во второе, когда две свободы соприкоснулись. Но мы этот, в нашей жизни, этот переход делаем естественным образом, да. То есть, мы каким-то образом с другими людьми общаемся. И мы общаемся, на самом деле, если вдуматься, никаким иным способом, как просто выбрасывая себя, да. То есть, как бы, отменяя вот эту вот границу, да. То есть, бросая вызов. То есть, на самом деле, всякого рода вот это сообщение двух свобод надо понимать, как своего рода дерзновение. Вот даже простое, простое ограничение свободы другого тем способом, что мы торгаемся в его свободу, например, с вопросами или разговором, в некотором отношении это всегда дерзость. Потому что какое мы право и имеем, на самом деле, торгаться в его свободу. Потому что мы уже взаимно ограничены, мы уже существуем в некотором роде статисе, да, в некотором роде пассивном состоянии этичности, когда друг друга не трогаем. И вообще, в каком-то отношении, ведь многие люди, они ведь как поступают? Я вот живу как-то своей жизнью, вы меня не трогайте, и я вас тоже трогать не буду. То есть, они не хотят никакого общительности. То есть, они вот замкнулись в некоторой своей сфере с объективностью, да, вот, и не желают никакого вообще сообщения. И всякий раз, когда это сообщение возникает, когда кто-то, допустим, вдруг обращается к такому человеку, или как-то его жизнь затрагивает, у него возникает раздражение. Но какое право имеет другой вторгаться в мою свободу? Это вот дерзновение некоторого с его стороны. Так вот, я теперь хотел поговорить о том, о вот этом втором состоянии активности. Какое право на самом деле человек один имеет вмешиваться в жизнь другого? Ну, я на самом деле здесь не очень согласен. Я считаю, что возможна ситуация, когда ради добра необходимо вторгнуться в свободу другого человека, против его воли и считаться возможной. Но мы эту ситуацию обсудим попозже. Да, ситуации бывают действительно разные. Во-первых, возможна ситуация, что другой просит помощи, да, и тогда понятно, что если другая свобода просит помощи, ты имеешь право... Даже ситуация, когда другой просит, чтобы его оставили в покое, необходимо вторгнуться. Хорошо. Мы это тоже обсудим, на самом деле, да? Какие основания для этого существуют? Но сначала давайте разберем саму ситуацию. Я считаю, что вот эта вот ситуация, когда люди активным образом друг с другом соотносятся, что эта ситуация, на самом деле, сродни в каком-то отношении тому, что мы называем системой риска. Вот что такое система риска? Давайте сначала отдельно поговорим. По системе риска я понимаю, например, такую систему, как биржевая торговля. В чем состоит суть биржевой торговли, если в простых словах ее высказываете? Я рискую своими деньгами в надежде на то, что я как бы улучшу какой-то момент, правильно войду и заработаю больше денег. То есть, я рискую своими деньгами с целью заработать еще больше денег. Ну, конечно же, я могу неправильно отгадать момент, неправильно вычислить позицию и в итоге деньги потерять. То есть, на самом деле, получается, что фактически я рискую своими деньгами ради будущих каких-то неясных денег, в ситуации, которая мне неясна и которую я никак не смогу предвидеть. Потому что эта ситуация достаточно хаотичная. И тем не менее, я надеюсь, что в этой хаотичной ситуации все-таки деньги заработать. Вот такая система риска. То есть, я выступаю здесь как вот некого рода рискующий субъект. Но все-таки это не полный хаос. Вот давай возьмем другую ситуацию. Мы не говорим про полный хаос, немножко не та тема. Вот здесь надо понять, что такое личность. Личность, на самом деле, изначально строит себя как некоторого рода самопринадлежность самому себе. Даже вот юридически часто трактуют свободу как принадлежность самому себе. То есть, личность в каком-то отношении есть не что иное, как перенос понятия собственности на самого себя. То есть, человек принадлежит самому себе. И вот эта самопринадлежность самому себе есть то, что мы называем личностью. То есть, личность – это тот, кто принадлежит самому себе. И вообще говоря, то, что так или иначе возникает собственность, и она как-то консолидируется вокруг человека, на самом деле, это есть не что иное, как продолжение того, что он является личностью. То есть, человек сам принадлежит самому себе. Он является личностью. Под этим подразумевается, что у него есть некого рода таланты, которые принадлежат ему. У него есть некоторого рода умения. Он пишет книги, является автором этих книг. Он является автором работ, умных мыслей. У него есть всякого рода собственности. В виде красоты, в виде умения, в виде таланта, в виде ума и прочего. То есть он принадлежит самому себе. Вот что такое личность. И, поскольку он такой умный, красивый и успешный, он вокруг себя консолидирует также еще и другую собственность, присваивает собственность, умеет заработать эту собственность в виде имущества некоторого, в виде земель, домов и прочего. И далее она распространяется на то, что у него красивые женщины, красивая жена, много детей, обширная семья и прочее. То есть, есть некий центр консолидации в виде личности, и вокруг нее строится богатство этой личности, которое развивается именно в понятии собственности. То есть, в некотором отношении собственность – это есть не что иное, как продолжение нашей личности. Мы являемся личностью, мы принадлежим самому себе, мне принадлежит мое тело, и вся моя собственность, которая принадлежит мне, является неорганическим продолжением моего тела. То есть, я распространяю тело на деньги, которые являются моими, на вещи, которые являются моими, на земли, которые являются дома и прочее. То есть, вот такое неорганическое тело я выстраиваю. Есть органическое тело, которое мне принадлежит, а есть неорганическое тело, которое принадлежит. И я утверждаю, что на самом деле все это ничто иное, как развитие одной концепции – концепции собственности. То есть, сначала человек овладевает самим собой, и он говорит, что я владею собой, я владею своим телом, а постепенно это овладевание своим собой и самопринадлежность, она распространяется, из того, что я имею, из своих талантов, каких-то качеств, умений, я приобретаю другие какие-то вещи, уже неорганические, и это является продолжением моего тела. Я строю вокруг себя некоторого рода такое огромное тело, которое можно было бы назвать уже неорганическим телом. Так вот, это вот личность. Так вот, такая личность всегда будет стремиться к чему? К единственному, закрепить некого рода статус-кво, защитить свою собственность. То есть у нее будет всегда риск ее потерять. У меня есть некоторая собственность, и мне всегда будет страшно ее потерять. Поэтому такая личность никогда не будет рисковать, или будет рисковать всегда очень мало, потому что ему есть что терять, извините меня, он обладает талантами, обладает произведениями, ему страшно стать сумасшедшим, ему страшно растерять свой талант, растерять свою славу, растерять свои богатства, свою собственность, такая личность всегда будет сжиматься и пытаться стать автономностью, и вот мы когда первую ситуацию разбирали, что две свободы автономны и как бы не пересекаются, это вот именно та ситуация, когда две личности, каждая личность как микрокосм, она существует и варится в неком своем собственном соку, и каждая существует сама по себе, и вот они, как центр некоторого собственности, отдельно друг от друга, устроили какие-то границы, и по этим границам живут, вот такой статус-кво. Теперь вторая ситуация, вторая идея, которая здесь просвечивается. Идея, да, еще хотел сказать, что вот эта личность, она организуется как эгоизм, то есть идея личности, идея накопления, идея вот этой самопринадлежности, во всем этом, на самом деле, это проследуется вот эта идея, что вот эгоизм, да, вот некоторого рода я, да, некоторого рода принадлежишься мне, как бы, это самое главное. То есть не другой важен, да, другой где-то там, да, не другой является центром и напряжением моего внимания, да, а напряжением внимания, как бы, самоустремленностью, целью для меня является я сам. То есть вот, то есть вокруг такой личности устраивается понятие эгоизма, то есть эгоизм, собственность, вот личность, как бы, вот это вот все, как некоторого рода разные слова, принадлежащие к одному концепту, да, концепт, который можно было бы назвать просто собственностью. Теперь другой концепт. Другой концепт состоит в том, что у нас действительно же ведь есть два полиса. Один полис я сам, а другой полис, когда мы говорим про этику, это другой. Этика всегда выстраивается как взаимоотношение с другим. Мы всегда говорили, что если человек один, то никакой этики нет. То есть этика возникает только тогда, когда есть другой, и тогда возникает некая социальная направленность на этого другого. Я должен свое поведение, помимо проще каких-то ограничений физических, природных, еще ограничиться социально, поскольку есть другой, он тоже свободен, и мы должны как-то две свободы соотнести с друг другом. Так вот, вторая направленность на другого. Возможно и мыслимо такая ситуация, когда полностью центром притяжения для меня будет являться другой. Не я сам, а полностью другой. И вот эта вторая ситуация выстраивается на самом деле вокруг такого концепта, который можно назвать героем. Вот есть личность, индивидуальность, она все вокруг себя, она является центром, она как эгоизм все притягивает к себе и все выстраивает, как бы, и все пытается защитить и сохранить свое достояние, свою собственность. Собственность поинтую в широком смысле, начиная от талантов, и кончая собственностью в смысле имущества. А есть герой. Он ничего не пытается это присвоить. Он, в принципе, это не концепт собственности. Это концепт на ценности на другого. Но герой что делает? Он полностью рискует самим собой и всем, что он имеет. Конечно же, вокруг каждого человека что-то есть. Но герой на самом деле устремлен к другому в том смысле, что он полностью уходит другого. То есть, тут вот надо, чтобы понять ситуацию, вот есть такое понимание, что как вершит дела личности. Личность тоже как бы пробрасывает саму себя куда-то в горизонт, ну, допустим, для того, чтобы заработать собственность, для того, чтобы написать книгу или проявить свои таланты. Она себя пробрасывает, но всякий раз делает это осторожно и аккуратно с тем способом, чтобы обратно себя вернуть. То есть, у личности всегда вот этот эгоизм проследуется, что она никогда не рискует собой так, чтобы все потерять. Она всегда пытается рискнуть собой так, чтобы на самом деле обратно себе же вернулось. Вот это вот, как вот при капитализме. Я вкладываю деньги, чтобы на самом деле не так сломя как, а на самом деле… Хотя бы не потерять. Да, хотя бы не потерять, хотя бы все вернуть. То есть, вот такая вот есть постоянная аккуратность, постоянная попытка пробросить себя куда-нибудь и обратно вернуть. Это называется движение самоотождествления. То есть, я каждый раз нахожусь вот в этой рефлексии. Что бы я бы ни делал, как бы я себя ни проектировал, я каждый раз пытаюсь эту проекцию обратно снять. И как бы нахожусь в некотором постоянном круговороте вот это самоотождествление. То есть, я никогда не действую сломя голову и не пытаюсь какой-то проект продвинуть, чтобы полностью потерять корни свои. Чтобы свой центр полностью потерять. Я на самом деле всегда это делаю очень аккуратно. И рискую не всем, конечно, а рискую каким-то чем-то таким, может быть, какой-то частью. И всегда стремлюсь, в принципе, для личности самая главная задача – это сохраниться. И вообще для собственности всегда главная задача – это не рисковать всем, а сохраниться. И вообще, когда рассказывают про то, как нужно, например, инвестиционный портфель вести, всегда речь идет о том, что нельзя все, как говорят, яйца класть в одну корзину, надо по разным корзинкам. То есть есть целого рода стратегии, как надо на самом деле вот так вот себя пробрасывать, чтобы тем не менее это не потерять, а приобрести. А как делает герой? Он пробрасывает себя, невзирая на то, сможет ли обратно он себя вернуть или нет. То есть он рискует собой полностью, он уходит туда, в некое свое дело, в некий свой подвиг. Он не знает на самом деле, выживет он в этом подвиге или не выживет на самом деле. Принесет ли это ему какую-то прибыль или не принесет. Сможет ли он обратно себя туда, в свою проекцию обратно вернуть. Он ничего этого не знает и даже не хочет этим считаться Он просто сломя голову куда-то движется Все герои, например, античности Как себя ведут? Подвиг совершают Они не знают, победят они или нет Они не знают даже, с чем они связываются И вообще в их ли силах Или только в силах, может быть, только богов Они пробрасывают себя до конца Полностью без остатка Невзирая ни на что, на свои потери Может быть, этот подвиг На самом деле является последним подвигом Может быть, герой погибает В своем подвиге И кроме подвига, ведь если он погибает Своего подвига, он никаких дивидендов Своего подвига изъять не может Бессмертие Но не для него Вот смотри, личность что делает Личность хочет произведение какое-нибудь издать И уже пожать плоды Не только в этой жизни Но в принципе она как бы накапливает Потому что она может распространять свою славу и после Но единственное, что это постоянно есть накопление А здесь нет никакого накопления Здесь есть полный проброс Так вот такой проброс Вот такая устремленность Абсолютно устремленность на другого В отличие от эгоизма Да, получается, Христос герой? Да, Христос герой Ну сейчас мы до этого дадем Как и эти греческие, да? Как и греческие герои И как Есть такое явление в Южной Америке Потлач Ну потлача стоит в том, на самом деле Если как бы кратко рассказывать Что Какой-нибудь, допустим, южноамериканский идеец Празднует свадьбу Или там про какой-нибудь другой праздник Празднует Приглашает всех гостей Накрывает там столы Как бы там И совершает вот это вот Как бы ритуальное празднице Таким способом Что вот Дарит как бы там Всем приглашенным Там все Все свое богатство Там Все раздаривает Все раздает Полностью там То есть как бы Раздаривает все Часто это просто раздаривание Все Просто чревато тем Что он не просто раздаривает А просто уничтожает То есть у него, допустим Есть какие-то там Имущества какое-то есть Он прямо на глазах У своего как бы Вот приглашенного Там или соперника Он как бы просто Это имущество Прямо на глазах разрушает И все Показывает, что для него Вот эта вот собственность Ничего не значит Круто Вот есть такое явление Так вот, если так посмотреть, и пытались эту потлачь объяснять, например, тем способом, что в этом есть своего рода какой-то вызов своему сопернику, что вот я типа так могу, а ты не можешь, и как будто бы в этом есть какая-то экономика. Вот у личности всегда есть экономика, что личность пытается как бы какие-то, что-то куда-то деньги вложить, чтобы получить дивиденды. То есть вот всегда вот этот есть возврат, да, я вкладываю, чтобы получить, да, а если не получаю, ну риск маленький есть, я вложу во что-то другое, опять же получу. И вот пытается этот потлачь понять тоже в этой системе, в системе как бы получения дивидендов, да, что человек это все делает с целью на самом деле как бы унизить соперника, там, или, например, бросить ему вызов, что вот я так могу, а ты не можешь, либо получить какую-то славу, там, почесть какую-то получить, знаешь, и прочее. То есть пытается это понять вот в терминах личности, да, вот в терминах вот этого человека, который, эгоистического человека, который из всего пытается излечь выгоду. Да, вот, ну ту или иную выгоду, выгоду понятую в широком смысле, да, там. На самом деле, если мы понимаем, что все-таки это своего рода героизм, то речь не идет ни о какой выгоде. То речь идет просто от абсолютной смыслонаправленности на другое. И тогда, на самом деле, тут просто изменяется полярность. То есть человек накапливает собственность, да, это одна полярность. И когда он полностью ее истращивает или уничтожает, это как бы полностью его смыслонаправленность меняется на противоположную, он полностью уходит к другому. То есть вот эти два поля, это игра как бы вот между двумя этими полюсами. Объяснение здесь состоит в том, что тут невозможно как бы никакой мораль не получить, потому что мораль это всегда своего рода, опять же, некого рода дивиденд. Вот кто-то, например, Эдип, он совершает какие-то поступки и в связи с его поступками возникает какая-то мораль. Но мораль это, опять же, тот самый дивиденд, та самая прибыль, которую мы извлекаем из истории. А тут надо попытаться понять, на самом деле, такую смыслонаправленность, которая не имеет таких дивидендов, не имеет никакой такой морали. То есть это такая смыслонаправленность на другого, в котором вот этого обратного хода нет. То есть ты уходишь туда, ты рискуешь собой тем способом, уходишь в такие горизонты, всё растрачивается. Да, вот это вот я хотел привести к этому. Это и называется жертвой. Жертвой называется не просто то, что человек, как говорят иногда, жертвует деньги нищим. Это не жертва. Потому что, когда он деньги нищему подаёт, он тут же дивиденд получает в виде того, что он чувствует себя, что он такой великий, такой добродетель, что он на самом деле такой хороший человек, вот он милость надаёт. Да, Христос же ведь тоже об этом говорил, что те, кто как бы идут на перекрёстки и раздают милость на перекрёстках, да, уже получает свою награду. Это же та же самая вещь, что на самом деле здесь происходит экономика. То есть та самая экономика, которая вращается вокруг личности. Я даю, чтобы ты мне дал. То есть постоянный возврат. А вопрос состоит в том, чтобы на самом деле действовать вот так вот полностью, рискуя собой. И только вот этот полный риск называется жертвой. Когда я на самом деле действую, не ожидая никакого возврата. И даже не знаю, будет этот возврат или нет. И даже ни на что не рассчитываю. Может, я погибну в этом движении. Вот, например, добротельный человек начинает помогать какому-нибудь там человеку, который, не знаю, обедневшему человеку. Ведь он может вступить в такие взаимоотношения, что просто погибнуть. Часто бывает, что вступая, пытаясь помочь другому человеку, люди просто гибнут. Потому что они не знают многих обстоятельств взаимоотношений каких-то людей и прочего. Почему? Как бы не делай добра, не получишь зла. То есть, это всегда опасно, на самом деле, вмешиваться в чужую жизнь человека. Потому что чужая жизнь, она взаимопереплетена с многими другими жизнями. И помогая одной жизни, ты как бы мешаешь другим каким-то жизням. То есть, это на самом деле всегда риск. Вообще говоря, вот в этой помощи, в этой активном направлении по отношению к другому, в этике добра, как мы говорили, присутствует этот риск. Вот эта вот жертвенность присутствует. Но эта жертвенность, на самом деле, если она, опять же, чревата вот этими дивидендами, то есть, чревата вот этими откатами, то эта жертвенность не может быть… Ну, конечно же, на самом деле, откаты всегда бывают, потому что так устроена жизнь. Потому что наша жизнь, на самом деле, она всегда вращается в некого рода симметричных взаимоотношениях. Не так, что ты только действуешь, а в отношении тебя никак не действуют. Да, равновесие. Всегда равновесие присутствует. Равновесие стремится восстановиться. Вопрос же не в этом состоит. Вопрос состоит не в том, чтобы избежать всячески как бы вот этого возврата. Вопрос состоит просто в том, что вот этика добра, она вот такая рисковая этика. Она строится вот в системе риска такого. Но не риск, как на бирже, потому что на бирже, на самом деле, мы рискуем… Спекулянт рискует своими деньгами, чтобы заработать другие деньги. Здесь, опять же, намерение не то. Ведь когда мы всегда говорим о том, что добро и зло определяются намерениями. Если человек стремится, если он рискует собой, то есть, рискует своей собственностью, значит, рисковать собой. На деле бескорыстно. Да. Ради корысти, то это, на самом деле, не добро. А вот если ты рискуешь собой… Ну, не всякий риск собой, конечно, является добром. Но если ты рискуешь собой ради другого, да, и этот риск как бы бескорыстный, да, то есть, ты совершаешь вот то, что называется, героический поступок, вот это и есть этика добра. То есть, этика добра, вот, есть такого рода героизм. Да. Причем, героизм, может быть, даже, который не могут люди оценить. И, может быть, никто никогда не узнает, что это такое герой. Это вот такой героизм, да, который, как вот в христианстве, может только Бог, может быть, Бог только знает, да. Больше никто. Может быть. Тут что очень важно? Очень важно, что вот такого рода героизм, да, и что вот такой риск собой, он никаким образом как бы… Например, мы обсуждали Канту, например, он никаким образом вот Канту не виден. То есть, в Кантовской этике его просто такого героизма она не видит, она вообще его не понимает. Потому что такой героизм невозможно распространить на всех. Но, тем не менее, мы понимаем, на самом деле, и из образов античной Греции, и как бы из образов христианской аскетики, как бы и подвижничества, понимаем, что, вообще говоря, именно вот такой героизм и является в высшей степени ненравственным. Почему? Да, он реально что-то меняет в этом мире. Двенадцать апостолов и двенадцать героев. Геракл, допустим, сколько он там сподвигов совершил. И все менял мир. Двенадцать апостолов. Двенадцать апостолов. Если вы хотите посмотреть с позиции личности, которая пытается, как бы, сохранить свою собственность, свое богатство в виде талантов, в виде способностей и прочее, то она действительно безумна только с позиции личности. А вот если стать… Ну, надо понять, на самом деле, что личность – это не единственная возможность в данном случае, а еще есть возможность героя. И вот с позиции героя – это единственная возможность быть героем. Потому что герой именно таков. То есть герой не стремится ничего получить, не стремится завладеть какой-то собственностью. Было бы смешно… А кто рискует с целью завладеть собственностью, это разные герои? Нет. Тот, кто рискует с целью завладеть собственностью, он, как я говорил, пробрасывает. Естественно, собственность же как-то завоевана. Но он все равно герой? Нет. Он, на самом деле, просто рискует с какой-то своей счастью, чтобы приобрести еще… А на бирже? Герои, что ли, все на бирже рискуют своими деньгами? Нет. Просто есть маленькие риски, когда люди пытаются… Никогда не задумывался, что такое герой действительно. Герой же он всегда жертвен, он бескорыстен. Иначе это не герой. Иначе это просто обыкновенный биржевой спекулянт, только на поприще жизни. Не, ну смотри, если ты заметишь, как у нас с этим развивалась тема, то ведь у нас была в одно время экономика, в которой люди приносили друг другу пользу намеренно, то есть как бы в нашем определении приносили добро, но цель его была, параллельно была цель как бы наживы, и поэтому получалось, что это еще как бы недодобро. То есть это добро, но как бы какое-то неполноценное. И потом второй смысл у нас добра был, когда люди стремились принести другому пользу, и не получали сразу как бы какое-то вродо возмещение, а может быть, и вообще, может быть, никогда не получали как помощь на дорогах, но, тем не менее, это возмещение, оно как бы в разумном устроении мира, оно присутствовало. Что, быть может, я тоже попаду в аварию, и мне точно так же на дороге окажут такой безвозмездной помощь. Это помощь на дороге у нас была. И потом у нас возникало вот это вот не эгоистическое добро, потому что эти два виды, это все-таки виды были эгоизма. А теперь получается, что с точки зрения риска та же самая история, что есть риск на самом деле, в котором я рискую с целью просто заработать больше денег, с целью как бы получить выгоду. То есть риск может тоже иметь цель вот этой выгодности. Но есть ведь риски безалаберные, просто я рискую, потому что мне там получить удовольствие. Прыгаю с парашюта там. То есть, на самом деле, сам по себе риск – это не главное здесь. На самом деле, главное, опять же, намерение. Мы всегда говорили, что добро и зло определяются своими намерениями. Если ты рискуешь собой ради принесения пользы другому, только тогда этот риск уже является риском нравственным. Только тогда он приобретает измерение нравственного. То есть, не всякий риск нравственного. Но, с другой стороны, этика добра оказывается в такой рисковой этике. И самое интересное, что она перестает быть безумной. Потому что безумие ее оценивается с точки с позиции личности. То есть, с позиции собственника, который вокруг себя пытается все накопить и все сохранить. А с позиции личности противостоит герой. Вот с позиции героя здесь, наоборот, все осмысленно. И при том, как показывает история, на самом деле, вот этот героизм – это явление, присутствующее в истории и в античной истории. И южноамериканские индейцы об этом показывают. То есть, на самом деле, это явление существующее. То есть, это не какая-то выдумка. Получается, что на самом деле эта этика добра просто обретает свои реальные очертания в виде такой рискованной этики. Когда человек действует не исходя из того, что он сможет из этого какие-то дивиденды получить. Когда человек действует просто в каком-то движении, когда с собой рискует, жертвует собой. Если говорить теперь уже нашими словами. Ради другого, не ожидая ничего взамен. То есть, вот такое полное, абсолютное направление по отношению к другому. Не по отношению к себе, а по отношению к другому. Здесь, как бы, и заметьте, что эгоизм ведь тоже преодолен. То есть, вот такое движение по отношению к другому возможно только в том случае, если оно каким-то образом осмысленно с другой стороны. Видимо, оно осмысленно только в некого рода социальном целом. Как человек движется по направлению к другому, если на самом деле для другой, для него представляет собой абсолютную ценность? Когда мы являемся эгоистами? Когда мы посчитаем, что абсолютная ценность для нас я сам. Для каждого представляет собой абсолютную ценность. И нам страшно собой жертвовать ради другого. Потому что мы представляем собой центром этой ценности. И мы, как бы, робко так, чуть-чуть собой жертвуем, как бы там, но так, чтобы все-таки в основную свою массу сохранить. Все верно. И более того, чтобы, может быть, так вложить удачно, в том числе и в добрые дела действия, чтобы все вернулось. Так а что побуждает героя жертвовать? Героя жертвовать ради жертвы. Нет, а героя побуждает жертвовать, я еще вам говорю. Так и любовь может быть. Да, я хотел сказать, что такая направленность, в котором центром является другой. То есть другой ценнее, чем я. В этой направленности, в личности, я ценнее, чем любой другой. Потому что всякий другой другой, даже, если взять метафизику, может считать, что это иллюзия какая-то. А может, этого всего и не существует, мне приснилось и прочее. А уж я-то себе, как Когит Эргосум, я-то уж себе не приснился. Я сам себе это достоверен. Это абсолютная ценность. А тут наоборот. Другой, абсолютная ценность. А я-то, на самом деле, я ничтожен как-то. Но заметьте, смотри, в каком я смысле ничтожен. Тут почему другой абсолютно смыслонаправленный? Ведь не какой-то конкретный другой, а другой как принцип. Другой тогда является абсолютной смыслонаправленностью. Когда общество, или община, или некое целое превыше какого-то индивидуальности, какой-то счастности какого-то индивида. То есть индивид жертвует собой ради целого. Что значит ради другого? Ведь другой – это вообще некий принцип. Вот у каждого из нас есть принцип, когда я… Это невозможно высказать. Мы сказали ради любви. Ради любви, можно так сказать. Как ты любовь-то выскажешь? Я не знаю, как высказать. Там просто много всего в любовь. Если ты заметишь здесь, на самом деле, здесь просто возникает вот новый разговор. Разговор о том, что наша активность, направленная на добро, она на самом деле имеет измерение рискованности. Мы говорили о жертвенности. А тут новый род термин, он вносит некоторую роду большую ясность. Что когда мы в эгоизме, на самом деле, всегда присутствует вот эта вот боязнь рискнуть. Откуда вообще слово «разумность» взялось? То есть все должно быть разумно. Почему вообще две свободы по отношению друг к другу самоопределяются? Потому что неразумно, рискованно относительно друг друга воевать. Можно же было предположить, что на самом деле каждый имеет свой произвол, и он пытается у другого отнять. Тот, кто сильнее, тот и прав. Две свободы… Можно же такое же состояние придумать, когда две свободы на друг друга наступают, и тот, кто один другого побеждает, он прав. Он тогда становится господином, а того, кого порабощают, тот становится работой. То есть вот это равновесие изначальное равное, оно нарушается тем, что один становится над другим. И, в принципе, на самом деле, если мы посмотрим в истории, так оно и случалось. То есть вот это вот равенство людей в свободе, оно же возникло не сразу. Да, это своего рода некого рода достояние уже цивилизации. То есть вначале, на самом деле, люди наступали друг на друга, и те, кто были сильнее, те были и правы. И так, собственно, они-то, те господа, они-то были себе, они себе принадлежали, они-то были свободными. Но те, кого они порабощали, те себе уже не принадлежали. Они были рабами, и они уже принадлежали господину. То есть они уже не имели вот этой собственной свободы. У них вот эта сфера личной свободы полностью скопывалась, и они принадлежали другому. Всё. А мы ведём речь, конечно, и всегда стартуем, и Кантовская этика стартует, и Гегелевская уже стартует с позиции, что вот есть изначальная нерушимая свобода, и нельзя делать других людей рабами. И вот тогда возникает ситуация, на самом деле, что вот есть два самосознания, или там две свободы, и они как-то с друг другом соприкасаются. Так или иначе, поскольку жизнь наша с друг другом соприкасает, и возникает вот эта борьба самосознания, как у Гегеля, или там борьба свобод. Да? Так вот, вот в этой борьбе, на самом деле, есть ситуация, когда есть взаимное бросание вызовов. То есть, кто рискнёт больше? Да? Но эти взаимное бросание вызовов я, кстати, этот момент пропустил. На самом деле, есть всё-таки, как ни странно, на самом деле, всё ещё эгоизм. Потому что каждый бросает вызов, на самом деле, чтобы себе всё-таки вернуть. Потому что речь идёт о том, чтобы, на самом деле, вернуть себе своё признание. Своё признание, да? То есть речь идёт всё-таки, на самом деле, если идёт речь о возврате к себе, если речь идёт о самоотождественности, о самоотождествлении, то всегда речь идёт об эгоизме, как бы, о личности. А возможно, на самом деле, когда человек полностью рискует собой ради другого. Не ради себя рискует собой, а ради другого. Это вот другая смысл наполнения, это полностью как бы разламывает. Но этот риск ради другого – это не рабство. Опять же, тут надо понимать. На самом деле, он, будучи столь же свободен, как и другой, он, на самом деле, рискует собой ради другого, в том смысле, что он собой жертвует, что он производит вот эту абсолютную, как бы, направленность на конкретность добра. Вот такая, это и есть то, что мы называли этикой добра. Влад выражает мои, он, как это, он проговаривает мою интуицию. Про Иисуса Христа-то, на самом деле, тоже надо высказать. Посмотри, если как бы отвлечься сейчас от религиозных всяких долгом, что Иисус Христос там является Богом и прочее, обсуждать вопрос как бы на уровне нашей этики, то ведь Иисус Христос пошел до конца и рискнул своей жизнью ради чего? Он же никаких дивидендов он получить не мог. То есть, на самом деле, вот это и есть абсолютная смыслонаправленность добра. Когда человек идет до конца, рискует собой, как бы, и не может вернуть себе дивиденды, которые от этого получаются. Он просто рискует собой, как бы, неоглядно. Он исчезает, он, как бы, погибает в этом, вот как герой, да? Но на самом деле, он получить от этого ничего не может. Конечно, из его жертвенности такой, потом вырастает целое движение в виде христианства. Но это уже, ну, это уже, как бы, последствия героизма. Он, как бы, от этого ничего не получил. У него есть такая притча, на самом деле, про то, что если зерно не умрет, то будет одно, а если умрет, то принесет много плода. На самом деле, в этой, как бы, заложена вот именно эта мудрость, да, что должен быть героизм. То есть, нас, на самом деле, что христианство призывает героизм. Слышишь, и войну бы мы не выиграли, без массового героизма. Ну, вот я тут еще хотел сказать про вопрос об рассадении вызова. Ну, как бы, ну, и ладно, на радость, в другой раз как-нибудь. Тут еще, смотри, в чем состоит фишка-то. Вот если посмотреть эти Евангелия, то там везде осуждается вот это вот, вот когда осуждается собственность и богатство. Ведь можно предположить, ведь дело же не только в том, что собственность и богатство развращают. А что собственность и богатство – это и есть символ вот этой вот самовозвращающейся личности, да, то есть, личность, которая, на самом деле, накапливает себя, да, как бы, которая гребет под себя, да, которая все присваивает, как бы… Да, они не оставляют места для героизма. Да. Для любви. Дело в том, что это вот, это один уклад, один способ отношения с миром и с другими людьми, да, когда я замыкаюсь, на самом деле, и все для себя, когда я становлюсь вот этой личностью, да, на которой нанизывается вот это все, мои таланты, ведь там есть увечные, а есть здоровые, да, и там есть красивые, а есть как бы некрасивые, здоровые и больные, да, то есть, вот человек какой-нибудь богатый, он здоровый, он знатный, да, вот он все под себя гребет, и, как бы, вот он личность, типа, он не хочет поделиться, да, вот он все возвращает самому себе, это один способ, один уклад понимания. А другой уклад, как вот, как Иисус Христос, в пример, да, то есть, он все ради другого, он все, не пытается себе что-то вернуть, не пытается, вот, как бы, заработать какие-то дивиденды, да, просто вот такая абсолютная, как бы, служение, да. Я пришел, наверное, не для того, чтобы мне служили, но для того, чтобы самому послужить, да, и пострадать, то есть, вот абсолютное служение, то есть, абсолютный вот этот риск, вот это вот то, что называется потлачь, понимаешь? только в таком высшем проявлении. То есть это абсолютно нацелено именно на другого. То есть фактически потлач делают индейцы с той целью, чтобы освободиться от личности. В том понимании, которое он только что излагал. От этой личности, которая всё под себя, всё для себя. Чтобы дать место для свободы героизма, свободы любви. Ну можно без свободы. Чтобы дать место героизму и любви. Это действительно, когда он делает подключ, он действительно доказывает, что он любит. Действительно доказывает. Нет больше той любви, чем душу свою отдать за други свои. Это и есть именно это. И любите друг друга, как я вас любил. Нет, просто когда всё под себя, нет места для любви. А когда он это всё под себя отбрасывает, разрушая своё имущество, он как бы открывает место в себе, в своей душе для любви. Заметь, что пока мы стояли на позиции личности, мы никак это не могли понять. То есть, помнишь, сколько раз мы обсуждали, что сама по себе собственность не проклята? И что пытались её как-то оправдать, что просто человек не может тогда… И речь идёт о собственности собой овладеть, что он служит мамой и прочее. Но на самом деле здесь ещё более глубоко… Личная собственность. Вообще собственность не проклята, а личная собственность… Глубинное понимание… Но она разделяет людей. Глубинное понимание, что есть два способа организации человека. Одно способ – это когда человек всё возвращает самому себе, всё накапливает, всё организует вокруг себя и присваивает. Но христианство однозначно устраивает. А есть всё, когда он рискует собой и всё отдаёт. Понимаешь, другая смыслонаправленность. Рискует собой, отдаёт, и ничего не пытается вернуть себе. Но тут есть одна беда, что в нашем мире нет людей готовых, очень мало людей готовых отказаться от личной собственности. Очень мало таких людей. И мир пока устроен по-другому. Хотя монастыри всякие буддистские, христианские… Нет, просто здесь тогда понятно, почему в том числе христианство невозможно в обществе, которое построено на неприкосновенности собственности. Что такое собственность? Собственность, как мы говорили, на самом деле есть просто иное выражение личности. В нашем обществе есть общество личности. И собственность здесь неприкосновенна, потому что неприкосновенная личность. И в таком обществе никогда христианство никаких плодов не даст. Потому что, везде речь идёт о том – что не просто какой-то христианин… Христианский христианин должен действовать как герой. Он должен не задумываться о последствиях, он должен действовать в движении к другому. Слышишь, тут существенное замечание, но собственность – это только одно из. Ты очень правильно говорил в своей этике, что риск, героизм, любовь – вот главные вещи. А собственность – это только одно из. Но даже если мы сейчас ведем закон какой-то и сделаем собственность общей, это вообще не означает, что сразу христианство должно быть. Тогда будет эгоизм только групповой, если групповая собственность будет. Мы же это обсуждали, что может возникнуть, допустим, соберется община, у него будет общая собственность, и тем не менее это просто будет групповой эгоист. Точно так же будет свою собственность охранять, также будет пытаться ее увеличить и умножить. И вопрос просто перейдет на новый уровень. То есть на новом уровне тот же самый эгоизм, только эгоизм группы, будет точно так же работать. Так капитализм взял это уже на вооружение. И капитализм является… Современная собственность – это что такое? Коллективная собственность? Подожди, капитализм точно так же является развитием этой идеи личности, на самом деле. Потому что идея собственности как таковой. И государство, современное государство, но ведь главной заботой государства является сохранение собственности. И неприкосновенности личности, которая опять же является ничего и что иное, как продолжение развития этого… Соблюдение как бы сохранения собственности. То есть на самом деле, когда мы говорим личность, когда мы говорим собственность – это как бы одна категория. Это все ложится вот в одну концепцию некоторую. Концепцию сохранения, накопления, увеличения, как бы там сказать, и какого-то благоденствия. А когда мы говорим о другом возможном смысла направления, а именно по отношению к другому, не эгоистическое некое, то там не идет речь о каком-то накоплении, там риск такой, что может быть сам человек погибнет в этом. Это вот именно тот героизм, который с позиции личности вообще является неразумным и безудержным. Понимаешь? С чем-то таким как бы бросающим вызов такому, как сказать, безумным. На самом деле, смотрите, жертвенность имеет же два аспекта. Один аспект – пассивный. Он состоит в том, что когда в отношении нас действует активно, ну там, насилие, да, жертвенность состоит в том, что жертвенный человек не отвечает насилием на насилие, да, он как бы, он позволяет этому настойчивому как бы насилию состояться. То есть он позволяет в отношении своей свободы свою свободу как бы сузить. То есть вот это вот то, что в христианстве называется, если ударили вас правую щеку, подставить другую, если там просят идти одном или идти две, если просят хитона отдать и верхнюю одежду и так далее, да. Это пассивное состояние. А вот есть у жертвенности еще и активное состояние. То есть активное… Отдать душу тоже, друзья. Да, 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 да. То есть тут, на самом деле, две позиции. Потому что нельзя думать, что христианство только пассивно. Нельзя думать, что христианство ждет, на самом деле, вот некого рода атаки со стороны врага, там, или там, другого человека, да, и рассуждать только о том, как надо себя вести в этом отношении. Конечно же, оно еще и активно. Недаром, на самом деле, оно говорит о том, поступайте так, как вы хотели бы, чтобы в отношении вас поступали другие люди, да. Потому что, по-моему, в исходном варианте у иудеев говорится по-другому. Там говорится «не поступайте» как-то по-другому там. «Поступайте» как бы вот в этом тезисе есть активность. И вообще говоря, христианство, на самом деле, активно. Так вот, когда я говорю об активной жертвенности, то примером, конечно, является как раз жертва самого Христа. Недаром, как бы, само христианство ведь эту жертву понимает, что это именно жертва. И что вот в этом, как бы, проявляется высшее проявление христианства. Недаром, вот эта жертва в христианстве, она является как бы, вот, некого рода главной, да. Вот главным звеном всего, всей мистерии. И в Евангелии даже рассказывается, что, как бы, вот, само... Само Евангелие даже посвящено вот этой мистерии, связанной с тем, что Иисус Христос идет на жертву эту, да. Вот он приуготовляется к этой жертве, и в конце концов оказывается, что умирает на кресте и воскресает. То есть в этом состоит суть христианства, в самой жертве Христа. И вот ее надо правильно понять. Теперь, если мы говорим об этике добра и частным выражением, которое является христианской этикой, то есть мы просто еще раз убеждаемся, что из-за анализа самого того, что представляет собой христианство, следует, что мы просто правильно понимаем этику добра и христианскую этику. Потому что мы берем из дополнительных каких-то соображений, опять же, мы выходим на христианскую этику, и так, как она правдополомно выглядит. Это просто очень важно, что важно каждый раз получать такого рода результат, каждый раз соотносить некоторого рода свободное размышление с результатом, который уже присутствует. То есть христианство есть одной из реализаций этики добра, то есть одной из возможных реализаций. И на сегодняшний день это единственная реализация. Никакой другой этики добра до сих пор была в ее... Мы ее до сих пор не знаем. То есть это единственная этика добра, которая реализована, и которая, на самом деле, имеет религиозную форму. Хотя, на самом деле, сама этика добра, она не обязательно имеет религиозную форму. Да, она может быть философской. Да, она может быть философской, но ее до сих пор никто не сформулировал. Вот. Мы пытаемся сформулировать. Петя Атумен сформулировал. Мы пытаемся. Знаешь, что я еще забыл сказать? На самом деле, задача-то о чем состоит? Задача состоит в том, чтобы объединить принцип личности и принцип героизма. Понимаешь, что с одной стороны, существуют личности, и все мы личности. Мы центрируемся вокруг самопринадлежности и вокруг того, что нам принадлежат какая-то собственность и так далее. А с другой стороны, есть некий зов, этический зов по отношению к другому направлению. Зов героизма, некоторого рода добра. Так вот, вопрос живет состоит в том, чтобы пытаться эти два принципа как-то объединить, на самом деле. Не так, что надо сказать, что надо личность отбросить. Хотя Христианство к этому призывает. Личность отбросить, и надо стать вот этими героями. Но, возможно, вопрос состоит в том, чтобы найти какой-то баланс, равновесие между двумя этими принципами. Но Нерон-то необходимо сохранить, а значит, какой смысл? Ну, погибнет Нерон, и что? Вот мы погибнем, и что? Да, об этом и идет речь. Что это тоже очень важно. Потому что в героизме есть вот это все-таки безумие, присутствие, что ты гибнешь, и все. Понятно, что Христос гибнет, и после него остается христианство. Но... Но не Христос? Нет, по-моему, после Христа гибли мученики. Почему? И тоже, правда, это они как бы движение дальше продвигают. Нет, послушай, наверное, если наступает такой момент, когда действительно нужно умереть, то, может быть, и надо умирать. Но это же надо четко осознавать, что это не глупость какая-то, не тщеславие там. Нет, просто надо понимать, на самом деле, что вот мы всегда рассуждали в терминах безумия, просто опираясь на то, что рассуждали с позиции личности. То есть с позиции личности это безумие. Мы теперь понимаем, что тут, видимо, тоже какое-то регионирование проходит. Вот уже говорил, что есть регион как бы личности, да, или концепт личности, а есть концепт героя. Можно ли их эти два концепта объединить? Ты мне как-то давал книгу, там человек бросился в костер, только потому что там его как бы друзья распаляли, что вот он не сможет, не сможет, а он так и смог. Ну, чисто и тщеславие, понимаешь? И когда он сгорел, тут друзья, так скажешь, он глупец. Вот такого, конечно, нельзя допускать героизм. Нет, это понятно. Это же не идет о риске бессмысленно. Речь идет, конечно, об осмысленном риске, но, может быть, ты никаких лично, ты уже никаких дивидентов с этого не сможешь. То есть, вот принцип личности будет нарушен, потому что личность всегда везде стремится из всего излечить дивиденды. В этом смысл эгоизма. Нет, но там же у Христа, знаешь, какой эгоизм? У него эгоизм коллективный. Нет больше, чем любви, чем если кто-то... Так речь и идет, здесь осмысленность героизма состоит в том, что коллективным... Ну, вот нас пока мало настроен, но давай пофантазируем, что у нас было бы человек 10-12. И вот мы вот так же вот собирались, семинарили, слышишь? И возникла бы такая ситуация, что кто-то один мог бы спасти всех остальных, слышишь? Но погиб бы при этом. Это героизм. А в противном случае погибли бы все. Да, это героизм. Без неров. Ну, вот в этом случае надо же гибнуть. Да, так вот это... Но это же не эгоизм. Вот согласись, что это... Как бы пример, как бы, допустим, гранату бросили, да, куда-нибудь в отряд, там, там, и кто-то накрыл ее сверху. Иначе все погибнут. Да, иначе все погибнут. Так как бы... Согласись, что это героизм, в котором ты никаких уже дивидендов не получишь, ты погибнешь уже, все. И в этом и состоит. И это вот именно есть то, как бы, неэгоистическое, да, о чем идет речь. Только это не значит, что, на самом деле, мы всегда должны в примерах таких страшных рассуждать. Почему обязательно сразу везде вот... Почему это сразу смерть? Да, сразу погибать. Поэтому может быть... Да, 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 да. Речь идет о том, быть может, можно как-то совместить два принципа. То есть, если мы их понимаем, что они два, не один принцип собственности, да, который, как бы, ты отдаешь свое, как бы, и думаешь, ну, это, конечно, типа, я отдаю, но там, это же... Но принцип собственности всегда требует, как бы, какое-то возмещение получить, да, там, что-нибудь там, какой-нибудь там... Там, не знаю, там, награду какой-то в виде, там, благодарности, там, в виде чего-нибудь, да, в виде возвратного какого-то добра или еще чего-то, славы, там, знаешь, внутреннего какого-то сугрева о том, что, типа, я какой добрый и хороший и прочее. То есть, если мы создаем, что принципа два, то как бы, может, можно научиться, на самом деле, действовать правильно. То есть, надо указать место тому, что представляет собой собственность, что представляет собой личность, и одновременно понимать, на самом деле, что эта личность должна служить. Личность – это не то, что принадлежит самому себе. Личность самому себе принадлежит и пользуется своими так же благами. А что на самом деле личность является частью общества. И она принадлежит обществу точно так же, как и себе. Она и обществу как бы должно. Вот как мы говорили про частичность личности. О том, что человек – частичное существо. Что на самом деле он как бы встроен в общество и без общества не может. то есть как бы здесь вот опять возникает эта тема человек вообще является от личность является таким субъектом которая объединяет себя разные регионы быть да конечно много это постоянно не время как бы одна из ключевых наших тем что именно потому как бы человек и может в этом мире что-то действует термоэффективно что он многие сферы объединяете как бы из одной их как бы соединяет себе через его эти сферы соединены